Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Сегодня 13 июля в 4 утра еще одна нефтебаза России была полностью уничтожена в хлам. Это произошло на этот раз в Ростовской области, в Цимлянском районе. Местные жители засняли моменты прилетов и сделали они это, то есть ввели съемку буквально в нескольких сотнях метрах от этого объекта. Да, нефтянка, да, вот так? Ну да, вон СССР. Четыре часа утра. Цемлянск. Что-то взорвалось сильно. Ростовская область. В том числе тогда, когда уже на месте были спасатели, дроны продолжали прилетать. В частности, один из наблюдателей, возможно, кстати, это был спасатель, как раз зафиксировал прилет дрона в нефтебазу. Казалось бы, приехали тушить. Но что тушить, если пожар не просто продолжается, а если продолжается основание этого пожара? Естественно, работать, казалось бы, в данном случае должны не спасатели для начала, а средства ПВО. Но где же они? Естественно, на каждом объекте, таком как НПЗ или нефтебаза, россияне не могут поставить свои средства ПВО. И об этом уже много раз говорилось, несмотря на все жалобы со стороны НПЗ-блогеров и их призывы к тому, чтобы руководители соответствующих нефтекомпаний и других важных российских объектов пригоняли собственные панцири и собственную охрану с ПЗРК и Тунгусской, почему-то так и не сдвинулось то дело, которое что при Сергею Шойгу, что при нынешнем Андрее Белоусове во главе с Минобороны, так и осталось намертво там, где оно и было полгода назад, когда удары по таким объектам только начались. Как вы понимаете, ничего и дальше не изменится, потому что, конечно, можно назначать Белоусова, можно снимать со своих должностей замов в Минобороне. Конечно, можно назначать своих родственников или родственников своих хороших знакомых, с которыми вы давно дружите, возможно, десятилетиями, на позиции в российском правительстве и в военной вертикали надеясь, что хоть тогда улучшится контроль за огромными потоками финансовых средств. Но вы же прекрасно понимаете, что невозможно поменять саму ментальность и саму суть государственной криптократической российской системы, как невозможно и бороться с математикой. Математика заключается в том, что у России есть средств ПВО на покрытие максимум 2-3% тех территорий, которые нужно было бы прикрывать. Все остальные территории голы. Большая часть ПВО вообще сейчас на передовой в Украине или, может быть, в ближних тылах, которые защищают либо объекты России и российские войска на оккупированных территориях, либо же непосредственно дежурят у границ. Соответственно, если у вас большая часть средств противовоздушной обороны в этом месте, то откуда? Откуда при и так нарастающем дефиците этих самых средств ПВО эти зенитные, ракетные, пушечные средства появятся у вас возле даже таких важных военных объектов, как в той же Воронежской области, я имею в виду стратегические склады с боеприпасами. Стратегические склады с боеприпасами взлетают на воздух и горят в течение суток. Об этом мы делали как раз на днях материал, а вы говорите, почему взрывается на Ростовщине. Притом, обратите внимание, что действительно в последние дни, а может быть и недели, по крайней мере, если судить по визуальным данным, украинским дронам удается уничтожить за один раз все больше резервуаров с нефтью. Постоянно выгорает половина нефтебаза, если не вся нефтебаза. Раньше мы видели, как пылает какой-нибудь один чан с топливом. Теперь мы видим, что, как правило, при налете украинских дронов на тот или иной объект, связанный с нефтью в России, уничтожается целая серия таких бочек. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что больше дронов добирается до цели. А больше дронов, которые добрались до цели, это означает, что ПВО меньше сбило. Вы спросите, а как вообще в таких случаях закрываться от налета украинских дронов? На самом деле у России есть только один шанс. Это ставить именно в приграничье больше средств ПВО. И вот если на российско-украинской границе или где-то в оккупированных территориях, ну, в общем, там, где вот эти дроны летят еще над территорией Украины, их не удается сбить, дальше шансов практически уже нет. Да, можно, конечно, рассчитывать на средства РЭП, но мы же видим, что средства радиоэлектронной борьбы России тоже гонятся в первую очередь на передовую. Потому что именно там, там, где российские агрессоры топчут украинскую землю и исполняют амбиции маленького кривого человечка в Кремле, соответственно, эти РЭПы нужны больше, чем где бы то ни было. Ну, а если они там, то одеяло не только ПВО, но и РЭП растягивается до такой степени, что в эти дыры уже вполне легко проходят самые разные средства поражения Украины. От дронов лютой до ракет «Нептуна». И, кстати, «Нептуна» еще не начали работать. Работают только дроны. И, во всяком случае, если мы говорим о 99% из всех объектов, которые атакуются. «Нептоны» прошли уже свой боевой тест, и мы это видели по Ейску и не только. Но, по моим источникам, во всяком случае, они так об этом говорят. Достаточно скоро у Украины появятся ракеты с дальностью более тысячи километров. И вот, когда они появятся, для России это будет самый настоящий судный день. Потому что Россия, на самом деле, еще ни разу не подвергалась настоящим дальним атакам именно ракетного типа. То, что Россия называла «комариными укусами», я имею в виду вот эти дроны-алеты. Действительно, покажется ей раем. Они будут мечтать о том, чтобы ее, Россию, продолжали атаковать именно беспилотники. Потому что, если беспилотники останавливать нечем, то чем будут останавливать ракеты? Конечно же, Украина не сама с нуля под ключ сделала эти ракеты. Естественно, она сотрудничает с западными партнерами. Естественно, они передали украинцам часть ключевых технологий. Возможно, даже самую сложную часть. Но нужно понимать, что, тем не менее, это именно украинская ракета. Это, в конечном итоге, made in Ukraine. Поэтому никаких вопросов со стороны кого бы то ни было, разумеется, не может возникнуть. Я имею в виду в случае, если эти ракеты полетят по дальним российским тылам. По-настоящему дальним. То есть, не только приграничные с Украиной областью, но и та же Москва, а может быть даже и Санкт-Петербург. Конечно же, нынешняя американская администрация не пылает жаждой дать украинцам разрешение на удары, которые имеют дальность более 100 километров именно вглубь российской территории. В первую очередь, речь идет, конечно, о ракетах и таком, то есть, оружии американского производства. Здесь также нужно понимать, что, похоже, достаточно нерешительно, если не трусливая администрация в Вашингтоне сейчас блокирует даже разрешение на удары европейским оружием. Обратите внимание, что только что Министерство обороны Великобритании достаточно, я бы сказал, опозорно опровергло заявление премьер-министра этой страны, который только что пришел на свой пост, что Британия разрешила бить ракетами Storm Shadow по российской территории. Нет, говорит Минобороны Британии, не разрешали. А это, между прочим, дезавуирует и слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который тоже говорил, что Storm Shadow разрешены к применению по российской территории. Это также объясняет, почему и французские ракеты Scalp не летят по российской территории, ну, хотя бы по Белгородчине или по Курщине, несмотря на то, что сам президент Франции Эммануэль Макрон дал на это разрешение. Потому что, как я уже и говорил, без конечного разрешительного согласия в Белом доме подобных ударов не будет. Но, вероятно, нынешняя американская администрация, проявившая одновременно и последовательность, и системность поддержки Украины, и одновременно поразительную нерешительность, будет сметена. Сметена ближайшим голосованием на президентских американских выборах. Что будет с новой администрацией, никто не знает. Это самая настоящая, в буквальном смысле, русская рулетка. Сейчас все европейские дипломаты, соответственно, связываются и активно связываются с различными фигурами из Соединенных Штатов, в том числе с консервативными аналитическими кругами, чтобы пробиться к Дональду Трампу и наладить с ним контакты. Возможно, все они в совокупности смогут убедить Дональда Трампа, чтобы он ни в коем случае не шел на капитуляционный мир, который сейчас предлагает Владимир Путин. Если удастся убедить Дональда Трампа, хотя бы продолжить нынешнюю байденовскую линию, и при этом, если администрация Трампа будет лишена совершенно безумных предубеждений по поводу красных линий в отношении Москвы, и там смогут дать добро на удары ракетами АйТекомс и, соответственно, европейским оружием по дальним российским территориям, то это означает, что и украинские ракеты Нептун, судя по всему, полетят по дальним медвежьим углам страны-террористов. Здесь нужно иметь в виду, что, конечно же, любому оружию нужно целенаведение. Конечно, можно представить, что ракеты Нептун будут бить по спутниковым данным по стационарным объектам. Но, разумеется, если бы администрация, условно говоря, Трампа, которая была бы свободна от красных линий Джо Байдена, согласилась бы на то, чтобы украинцы начали активно бить каким угодно дальнобойным оружием по российской глубине, это, возможно, означало бы, что они помогут и со целенаведением. Потому что аваксы могут работать где угодно. Если действительно аваксы заработают теперь уже не только в Черном море в отношении оккупированного России и Крыма, а работают в отношении Санкт-Петербурга и других российских территорий, то я думаю, что Россия по-настоящему заплачет. И вот это, вот именно это будет настоящей расплатой за террористические удары по Украине, которые Россия носит в течение последних двух с половиной лет. Обратите внимание, что у России стало меньше ракет, меньше дронов. Дроны сбиваются. Сбиваются зачастую до сотни процентов. Обратите внимание, что все эти ракеты и дроны не попадают по военным или даже не военным, но важным для России объектам. Я имею в виду важным с точки зрения поражения. Такие как, например, нефтебазы. Обратите внимание, что последний удар по Киевщине в итоге пришелся либо по жилым зданиям, либо по детской больнице Ахмадетта. Так же, как и насколько можно понять, большая часть ударов по другим городам 8 июля в Украине пришлась в основном именно по жилой застройке. А вот обратите в то же время внимание, насколько стабильно достигают своих именно военных. Цели украинские специалисты. Ведь только за эту неделю просто взгляните. Взгляните на то, что делали мы. Было поражено множество объектов. 7 июля мы делали материал про то, что дроны взорвали огромный склад с боекомплектом в Воронеже. И в то же время поразили танковую логистику под Донецком оккупантов. 9 июля у нас был материал о том, что в России мощнейшие взрывы. Была уничтожена нефтебаза, а также подстанция в двух областях. Далее. Мы говорили об ударах по Капустину Яру. Далее. Сегодня еще один прилет. Это только то, что я смог вспомнить прямо сейчас. И это, как вы понимаете, прикидка. Ударов на самом деле было больше. И я перечислил только то, что было визуально подтверждено. Да, это все подтверждение посредством фото и видео. Все, что есть у России в плане подтверждения фото и видео, это удар по Ахмандеду, а также удар по жилой застройке в Шевченковском районе. Цели эти ракеты не достигли. Завод Артема, о котором говорили Z-блоги, что якобы поражен, не поражен. И в результате мы получаем демонстрацию слабости, стратегической дальнобойной слабости России. Это взбесившийся медведь, которому выкололи глаза и оторвали половину клыков. Он носится по комнате и бьет посуду. Но, тем временем, в него одну за другой втыкают вилки, один за другим втыкают ножи. И его ловят на капкан, он истекает кровью. И, разумеется, продолжает орать, как резанный. Сейчас Владимиру Путину остро необходимо перемирие. И, конечно, он сделает сейчас все, чтобы убедить окружающий мир, что у него намного больше сил, и что у него есть возможность творить как можно больше террора, чем эта возможность реальная у него есть. Именно отсюда заявление Марии Захаровой по поводу того, что украинские спецслужбы якобы собираются взорвать дамбы Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища. Ибо, конечно, это угроза со стороны России. Но угроза, которую Россия реализовать не сможет. Потому что она могла бы ее реализовать, если бы у российских спецслужб был бы доступ к этим сооружениям. Ибо взорвать их можно только одним способом. Заложив туда тонны и тонны взрывчатки. Так же, как Россия именно это и сделала в дамбе Каховской ГЭС, куда российские спецслужбы имели доступ. Навалили туда тонны взрывчатки и взорвали, допустив эксцесс исполнителя. Не рассчитали детонацию, потому что не согласовали с другой группой, которая тоже занесла туда же взрывчатку. В результате чего, как вы знаете, наступило, да, экологическое бедство и трагедия для Украины. Но и трагедия для российской террористической саранчи, которую тогда просто элементарно затопило. Затопило вместе с личным составом и военной техникой. В результате чего в итоге-то проиграла именно Россия. Но и, конечно, нынешние удары, которые становятся со стороны Украины по российским, важным для России объектам, все более ожесточенным, все более точными, как бритва, и все более разрушительными, являются четким сигналом для российского режима. Россия не может остановить эти удары. Россия будет проигрывать здесь. Взрывов на нефтебазах и НПЗ будет все больше. И постепенно количество будет переходить в качество. Качество, которое означает, что не только российские потребители, то есть не только российская гражданская экономика будет страдать от нехватки топлива, но и, конечно же, российская военная машина. Ведь она тоже рано или поздно начнет недополучать это самое топливо. Ибо нефтебазы – это как раз те самые узловые точки, с которых и тянутся вот те самые поставки горючего непосредственно для российских танков и БМП на фронт. Конечно, Россия все еще может производить достаточно топлива для того, чтобы и потребители, то есть рядовые жители России не остались без бензина, и в то же время, чтобы без бензина не оставалась российская военная машина. Но вот что касается именно топливных точек, то есть вот этих самых перегоночных станций, таких как вот такие нефтебазы, то если они уничтожаются, то у вас, конечно, может достаточно хватать топлива для всего, и для военной машины, и для населения. Но вот только каким образом это топливо перегонять, если у вас соответствующие точки, в том числе вот в такой гранище с Донечной, Ростовской области, просто-напросто не будет этих самых нефтебаз. Соответственно, это усложняет логистику, это затрудняет поставки топлива на фронт, а это замедляет российское военное наступление. Итак, мы видим. Компания Буданова играет красиво. Но это только начало. Впереди большая месть за Ахмадед. Следим. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Я напомню, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет. С реквизитами суперспасибо от YouTube, в виде отдельных топок под каждым нашим роликом. Мира и здоровья всем!